МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время подводить итоги на Артик ТВ с обзором событий недели Александра Ритунская. Здравствуйте! Заместитель председателя правительства Юрий Труднев провел заседание комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. В обсуждении принял участие губернатор Мурманской области. Я думаю, все присутствующие хорошо понимают, что сегодня не самое лучшее время для развития международного сотрудничества. Скорее, человечество проходит этап углубления противоречий. Но хочу сказать, что это только повышает нашу ответственность. Ответственность за соблюдение основного принципа, он, на мой взгляд, очень простой. Никакие полученные Россией права и преимущества не должны быть уменьшены или ущемлены. Ни одного шага назад мы с вами сделать не имеем права. Головной российской организацией, осуществляющей экономическую деятельность на архипелаге, остается Артик Уголь. Поставки добываемых на рудниках ресурсов компания еще в 2022 году переориентировала на Мурманск. Среди перспективных направлений развития территории туризм, судоремонт, а также научно-исследовательские и научно-образовательные направления. Вот только добраться до Шпицбергена проблематично, но сейчас прорабатывается вопрос регулярного морского сообщения. Друзья, если к вам пришел ребенок из школы и спросил, что такое конец Александрова, не пугайтесь. Это значит, на занятия в учебные учреждения приходили представители МЧС России по Мурманской области. Сегодня с нами Ярослав Васильевич Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что же все-таки конец Александрова себе представляет? И почему это важно детям знать? Нет, ну, давайте отличимся от того, что мы занимаемся профилактическими мероприятиями, ходим по средним учебным заведениям, то есть по школам, по детским садам. И с детства детишкам прививаем культуру поведения на водных объектах. Также показываем наглядно спасательные средства. То есть, как спросили, конец Александров, это одно из спасательных средств. Это, если так по-простому сказать, обыкновенная длинная веревка с буйками, то есть с любыми плавающими предметами. Ну, при себе-то ты вряд ли будешь иметь такое приспособление. Вы рассказываете, как его соорудить из подручных средств. И как соорудить, да. И для чего оно нужно. Да, вот расскажите нашим зрителям, как соорудить, для чего это нужно. Конец Александрова, да, он, в принципе, идет как замена спасательного круга. То есть, если спасательный круг, он все-таки большой, да, и где-то его там не поместит, то конец Александрова, он более легкий, соответственно, да, и предназначен на спасение отопающего, который попал в воду и не умеет плавать на более, там, близкие расстояния, да, вот, чтобы успеть его бросить, да, и более точно к человеку. То есть, это более спасательное средство, которое используется именно на, не только маломерных судах, но и на, там, базах сооружениях для них, то есть, для маломерных судов. Это, там, где стоят эти лодки, да, причальные сооружения какие-то. Вот, непосредственно, они там должны тоже быть. Вот, это, как уже сказал, это просто замена, да, спасательного круга, более облегченного варианта. В основном, конечно, используется спасателями. Ну, это понятно, а как самому-то соорудить? Ну, допустим, что-то происходит? Я вот смотрю, у меня только ремень брючный, но он, наверное, недостаточно длинный. Конечно, конечно, ну, к самому соорудить спасательное средство такое, все равно нужна длинная веревка, да, длинная веревка, да, хотя бы метров двадцать, да, чтобы она у вас была, как минимум. Вот, это надо на конец веревки, то есть, сделать узел, туда можно, как поплавки какие-то, да, определенные, да, которые плавают, либо даже пластиковые бутылки те же самые. Это сложно, да, не успеешь спасти. Хорошо, друзья, мы вас заинтриговали, на самом деле, повод для встречи у нас более чем серьезный. Не смущайтесь, сейчас середина февраля, а представители МЧС уже начали детям, в первую очередь, рассказывать, как себя вести на водных объектах и не провалиться под лед, потому что я так понимаю, что самое беспокойное время и опасное – это апрель. Вот скоро календарная весна, а у нас на севере это все позже, да, таяние происходит. Расскажите, пожалуйста, на сегодняшний момент-то какая толщина льда? Я думаю, там машину, наверное, выдержать. Безопасно все. Или всегда надо насторожая быть? Конечно, всегда надо быть насторожая, потому что водоемы у нас есть как и большие, так и маленькие. Не надо забывать о том, что в них все-таки впадают и реки, и ручьи, да, откуда-то вытекают реки из каких-то озер, да. В тех местах, конечно, лед всегда будет тоньше. Но вот так, ледовая обстановка на водоемах Мурской области в принципе стабильная. Лед где-то от 40 до 50 сантиметров. То есть выход на лед, как сказать, если вы конкретный рыбак там, да, или кто-то там куда-то перейти, то, конечно, он всегда, когда будете выходить, надо быть осторожным. А вот дети, мне кажется, детям вообще ни под каким предлогом не надо на лед выходить. Дети на лед должны выходить только в сопровождении взрослых. Это же мы все прекрасно понимаем, да. То есть, как бы, какой-то определенной нормы у нас нет, запретов, да, выхода, все прекрасно знают. Но за детьми всегда нужен присмотр взрослого человека. Мы уже, может быть, и не раз говорили об этом, да. То есть у нас и в прошлом году был случай, да, провала вот в октябре месяце буквально, да, то есть ребенка под лед в Кандалахши, да, который закончился трагично. Опять же, где ответственность, да, родителей, которые там, или там, школьников, которые... А привлекли как-то родителей или им только сочувствие выражают? Не могу вот это, да, узнать, потому что, ну, вы сами понимаете, да, да, да. Ну и дети, за ними глаз да глаз, то есть родители тоже сами должны немножко прививать тоже культуру вот это вот поведение на водных объектах. То есть объяснять все-таки детям, что вода, это, ну, страшно, да, и вылезти из нее тоже еще как бы сложнее, чем туда попасть на самом деле. Это вы должны это понимать, то есть категорично, да, то есть должны детишкам своим говорить, что на лед выходить нельзя, неважно, толстый он или не толстый, потому что он у нас в одном месте может быть толстый, да, вот где люди обычно ходят, вот, а отошел там 20 метров, вот, лед уже может быть тонкий, потому что может быть какой-нибудь подводный родник, да, или ключ там, да, который будет омывать лед из-под воды, вот непосредственно, да, и он в этом месте будет намного тоньше. А скажите, пожалуйста, вот в городской черте, мы сейчас про город Мурманск говорим, какие водоемы всегда у вас, так сказать, в поле зрения, и вы считаете, что они потенциально опасны? Я помню, мы еще в детстве тоже в Лапландию бегали напрямик. Ну... А вот сейчас дети так же делают? Конечно, да, 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 никто от этого не застрахован, конечно, все переходят. Но там же сейчас как-то ограждения появились. Есть, есть знаки безопасности. Это, наверное, препятствует все-таки желанию. Или вот тропинку народ протопило ходит? Традиционная тропиночка, народ ходит. Ну, не надо забыть о том, что все равно, конечно, мы не рекомендуем этого делать, но как такого запрета нету, да. Хорошо, а до какого периода можно ходить, ну, безопасно, скажем так? Тут два варианта, да, то есть, как бы, это человеческий фактор, да, то есть, по погодному слою мы все-таки видим, да, когда лед у нас будет становиться тоньше, то мы же будем видеть... Ну, март. Ну, конец марта, я думаю, вот, смотря от погоды, да, то есть, у нас пойдет. То есть, если на льду будут выступать, соответственно, черные пятна, да, как оно обычно бывает весной, то есть, у нас водоемы, они покрываются черными пятнами, то есть, выход воды на лед выходит, то, соответственно, по нему уже, конечно, нельзя ходить. Ну, и второй вариант у нас есть, да, это администрация города Мурманска, нашего героя, да, который выносит определенные постановления, да, где выход на лед запрещен, период становления и таяния его запрещен официально, законодательно. То есть, соответственно, в этот период на лед выходить нельзя. За это даже есть административная ответственность у нас, да, то есть, именно непосредственно в кодекс административного правонарушения Мурманской области, то есть, нарушение знаков, да, безопасности на водных объектах, вот, за Это предусмотрено даже предупреждение и штраф непосредственно. То, что вы все-таки видите, что знак стоит. Непосредственно администрация вынесла постановление, что в этот период у нас уже все, выходить на ледовую поверхность водоемов запрещено. И человек все-таки, пренебрегая данными правилами, все равно пытается куда-то пойти. Запретный плод, сладок. А что вы такого рассказываете детям, чтобы отвадить их на лед выходить? Ну, во-первых, мы тоже... Ну, вот так тезисно. Вот вы пришли, вот представьте, что я тоже присутствую на этих занятиях. Ну, вот коротко, что вы детям говорите? Правила безопасного поведения непосредственно. Так, не выходить без взрослых для начала вообще. Не выходить без взрослых, вообще ни в студенную зиму, ни тем более весной, ранней, поздней осени. Вообще никогда. Да, если даже они пошли, то есть есть определенные правила. Все равно, как по нему ходить. Как ни разу звучали. То есть, если все-таки вышел человек на лед, и ни разу там не был. Ну, вот как это обычно дети, то, конечно, объясняется, как на нем надо ходить. То есть, это там на расстоянии 5-6 метров друг от друга надо ходить. То есть, непосредственно. Также объясняем им, если что будет все-таки, если они увидели, да, что кто-то пускай там не они, а там какие-то, да, то есть... А что нужно делать, если они увидели? Ну, соответственно, надо же первым делом позвонить, да, то есть по телефону 112, да, то есть мы им это говорим, говорим, потому что даже с сих пор некоторые дети думают, да, что мы все-таки живем там где-то не в этой стране, да, и говорят там 901-1, надо звонить, да. Да, да, то есть вот приучаем, да, к номеру телефона единой диспетчерской службы, которая отвечает непосредственно за это все. Вот, то есть непосредственно сразу, да, то есть ребенок, чтобы не пугался, то есть он должен позвонить, да, и сообщить. А он должен звонить, когда просто видит группу своих товарищей, которые удаляются по водоему, либо когда уже что-то происходит? Нет, когда уже что-то произошло непосредственно, ну, так вы понимаете, да, то есть выезды тоже баловаться нельзя, да, то есть говорят, что вот у нас там куда-то кто-то ушел, я вот вижу и думаю, может быть, что-то случится. Нет. То есть такого, то есть понятно, да, что есть предотвращение, да, то есть как бы чеченых ситуаций, но это к этому роду не относится. То есть баловаться все-таки нельзя. То есть если уже конкретно, да, случилась какая-то ситуация, необходимо, да, то есть позвонить и бежать там, звать взрослых на помощь, да, то есть непосредственно не так, что вот там у меня там товарищ, грубо говоря, там, или там знакомый какой-то, или там просто, да, как человек терпит там, ну, как попал в какую-то ситуацию, да, нехорошую, да, не проходить мимо, соответственно, надо сразу позвонить и сообщить. То есть детишек, конечно, даже и рассказываем, показываем, как, в принципе, спасать этих людей, да, что является и с подручными спасательными средствами, да, как мы сегодня уже говорили. У нас много детей героических, я помню, их награждали, у нас целая плеяда была. Это, наверное, вы научили. Кто слушает, да, непосредственно. Не надо никогда паниковать, любого человека можно спасти, даже если, пускай, ребенок 11 лет, 10 лет, их группа, и у них что-то случилось с товарищем, конечно, они должны понимать, как это сделать, а не испугаться, то есть непосредственно не убежать с этого места, и никому об этом не сказав. Что, кстати, тоже и бывало, то есть случаи такие, до моей памяти, это очень-очень давно было, то есть на Инноколе у нас случались такие варианты, что дети игрались, то есть на льдинах на тех же самых, потому что там находится поселок Молочный, там, да, Зверсовхоз, там, школа, дети. В принципе, ну, я так понимаю, там, родители, может, на работе, без присмотров, соответственно, да, и игрались, и один из них просто как бы упал со льдины, и другие испугались, даже не сказали об этом родителям. То есть, не понимаете, да, то есть детей начали искать, да, а потом только психологи, да, там, выяснили о том, что они видели, да, как этот ребенок, да, грубо говоря, упал, да, в водоем, который трагически тогда, ну, и погиб. Поэтому тут говорить о том, что, вот, прививаем, вот, что они просто не боялись ничего, да, то есть пытались, если смогли сами как-то помочь, то есть не подбегали, да, к своему товарищу, который провалился, знаете, как бывает, то есть провалился, они пытались... Ну, а что, первая реакция подбежать, да, руку дать, да. А этого нельзя делать? Конечно, конечно, если вы все-таки уже решились на это, да, то надо, конечно, спасать по правилам. А по правилам это ползком? Это надо подползти, конечно, на расстоянии, там, метра, да, там, полутора, до того случая, как человек... Ну, до того, вернее, до... Участка. Участка, да, где человек провалился, да, и подать какой-то предмет, да, хотя бы, там, ну, подручный, да, что мы объясняем, что это может быть и ремень, это может быть и куртка, снятая с человека, да, Палка. Две, да, палка какая-то лыжная, да, и постараться его так вот ползком вытащить, да, чтобы он держался. Вот это, конечно, объясняем. А вы какие-то фильмы демонстрируете? Конечно, конечно, и наглядно, и презентации, да, детишка показываем. Ну, если это более маленький возраст, конечно, показываем, да, там, и мультфильмы, которые созданы, да, непосредственно на, как бы, человека, чтобы он культурно, да, проводил свое время на водных объектах. Ярослав Васильевич, вот я спросила у вас про водоемы, которые вызывают беспокойство. А вот по поводу Кольского залива, он не замерзающий. Но у Кромки, да, мы знаем какие-то вот эти образования, похожие на лед. Что у нас вот с этим водоемом, есть ли какие-то опасения, что дети могут приблизиться, попытаться, что-то там. Конечно, да, у нас Кольский залив, да, непосредственно вот даже та территория, которая находится возле, там, нашего вторника на Подгорной, да. Ну, это же пляжи у нас теперь арктические, да. Вот есть, ну, они не на заливах, да и бог, да, все-таки на речках. Вот, ну, вот этот, да, участок, он, как сказать, свободен, да, для людей, для доступа, потому что все остальные участки вроде бы у нас с Кольского залива с этой стороны заняты портами, да, и туда, ну, не пробраться. Что касается того участка, да, конечно, хотелось бы тоже сказать там и родителям, чтобы они своим детям сказали там, кто живет в Томпиромайском районе. Конечно, когда идет отлив, соответственно, льдины откалываются, и детишки могут, да, на них постараться, да, то есть как на лодке, да, то есть плавать. Что категорически тоже, ну, не надо делать никогда. Вот это ответственность, да, то есть бывали такие случаи, я знаю, что, ну, детишки гуляли, на льдинах катались, да, потом звонят, конечно, в МЧС, да, и, ну, соответственно, реагируют, и приезжают, забирают, да, ну, это тоже категорично запрещено. То есть это безопасно, если сами должны понимать. Всегда мы говорим одно и детям, да, и взрослым, то, что на воде, на воде, да, там, в принципе, нет движения такого, да, определенного, нету столько народу тебя не видит, если что-то случится, то есть, в принципе, надо соблюдать правила, чтобы не произошло каких-то всяких ситуаций. С одной стороны, такой разговор у нас не веселый получился, с другой стороны, ваш визит лишний раз напомнил нам, что скоро зиме конец, и идет весна. Конечно. Беспокойная для вас. Да, 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 это беспокойное время, как вы правильно сказали, вот, ну, будем усиливать все-таки профилактическую работу, да, работу среди рыбаков-любителей, чтобы не было у нас никаких вот таких ситуаций, да, тоже как-то, у нас же есть профилактические рейды в местах, да, где обычно скопление рыбаков происходит, там, на верхней Туломе, на той же самой, да, вот, и там, да, и Мадреназе, ну, много озер, где люди, как бы, любят порыбачить, посидеть, и не только там один человек, да, а именно в плане то, что массово, непосредственно, да, это места традиционные, они никуда не деваются. Вот я не помню, как бы, сообщений, чтобы рыбак провалился, обычно к нему прилагается снегоход, то есть вот эта техника уходит под лед с пассажирами. Ну, не всегда же, да, то есть у всех рыбаков есть техника, правильно? Владельцы техники, это отдельный разговор, да, которому бы тоже хотелось бы сказать, чтобы они все-таки пользовались, если они уже едут, да, то есть именно непосредственно, вот проложенными маршрутами, да, которые они заранее сами уже проложили, которые знают, что этот маршрут безопасный, старались маршруты прокладывать вдали от водоемов непосредственно, да, то есть как бы, или уже если через водоем проложен, то есть, ну, только тот, который они знают, потому что очень много случаев, вы правильно сказали, да, то, что когда техника тонет, человек, хорошо, что все с ним случается, да, он, как бы, у нас, да, он спрыгнул, успел, тому и все подобное, да, на лед, все-таки техника, она тяжелее человека, вот поэтому этим, да, то есть любителям, так сказать, нашей снегоходной техники, да, хочется тоже сказать о том, чтобы они внимательно, да, смотрели за своими техниками, засмотрели, куда они едут, то есть не ездили в темное время суток в плохую гидрометрогическую обстановку непосредственно. – Еще вот вы говорили про водоемы, что может истончать лед, там, подземный источник какой-то, а я вот подумала по поводу всевозможных стоков, там, технической какой-то воды, да, там, не знаю, ливневой канализации, там, водоподготовки, там же тоже температурная разница, и может на том же питьевом озере участки особо опасные, то есть это кажется, что лед, на самом деле там что-то бурлит. – Давайте мы возьмем, да, вот даже наши, где у нас вселюбимое, да, место излюбленное, да, наши горожан, это вот КП-2, у нас там есть и ледовая дорожка, на которой, да, катаются люди там, вот, не надо забывать, там находится, да, Иванов ручей, то есть вот где именно непосредственно, когда идет слив этого ручья под мостом в озеро, то есть получается большое от него, там всегда есть промоина, потому что там идет течение, там огорожено, там стоит знак безопасности, да, когда нельзя туда заходить непосредственно, потому что эти знаки выставляются в местах особо, да, которых вот опасно. – Скажите, пожалуйста, а если ты вот совершенно один, и ты все-таки вот туда, не знаю, угодил тому, кто в воде, что делать-то? – Пытаться выбраться. – Ну, логично. – Да, логично же. Ну, давайте мы начнем с того, что вообще, если это все огорожено, туда не надо лезть, да, но все-таки, если вы попали в такую ситуацию, много рыбаков попадает, ты вылазишь же, то есть это надо с собой, ну, понимать, да, что если вы едете… – Ну, главное не паниковать и максимально силы собирать. – Да, да, если вы едете, да, 21 век на дворе, есть же всякие у нас там предметы, да, которые все-таки облегчают жизнь даже рыбакам нашим, да, которые могут выбираться, да, с помощью этих предметов, те же самые там самоспасалки, которые продаются в магазинах, вот это с острыми наконечниками, да, которые вешаются на шею предметы, да, и с помощью них ты цепляешься за лед, да, и вылазишь, ну, можно взять ключи… – Ну, мне кажется, это же речь идет не о подготовленных людях, мы всегда беспокоимся за тех, кто злоупотребляет алкоголь, да. – Ну, это вообще категорично запрещено, да, злоупотребляет алкоголем, да, и… – Там культурно отдыхал, а потом вдруг вот… – Да, решил, да, побежать куда-то по водоему, да, и, ну, тут уже, видите, надо, чтобы друг за другом люди смотрели непосредственно, да, какая-то культура у них была, поведение все-таки на водных объектах. Это все зависит, конечно, от человека. То есть мы, конечно, стараемся, да, чтобы этих случаев было меньше, намного меньше, чтобы их вообще лучше бы не было, да, то есть, как говорится. Ну, мы каждому свою голову, как не засунешься. – Ну, по крайней мере, вы проводите работу с детьми, а дети придут и расскажут родителям. – Конечно, конечно. – Спасибо большое. – Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС, Главное управление учреждения России по Мурманской области сегодня был у нас в гостях. Спасибо. День памяти о воинах-интернационалистах. Мурманчане провели торжественный митинг. В ходе днева они почтили память героев, которые погибли при сражениях в Республике Афганистан. На аллее памяти в сквере у театра Северного флота в этот день людно. Здесь собрались ветераны афганской войны, участники других вооруженных конфликтов за пределами России, представители власти, неравнодушные горожане. Сегодня, находясь здесь у этого памятника, с особым чувством, понимаешь и ощущаешь остроту и боль потерь. Мурманчане, молодые люди, которые, как сказал поэт, ушли, недолюбив. 15 февраля 1989 года из Республики Афганистан был выведен ограниченный контингент советских войск. Этот день стал днем окончания войны, которая длилась почти 10 лет и унесла жизни более 14 тысяч солдат и офицеров, 53 из которых – жители Мурманской области. Но только потом, после вывода, все осознали, что мы фактически были там живым щитом между мировым терроризмом и мирной жизнью. Ведь заметьте, буквально через 5 лет после вывода начался первый конфликт на Северном Кавказе, так называемая первая членская кампания. Кстати, в этом году, в декабре месяце, было 25 лет с ее начала. Потом вторая членская кампания, потом Сирия. То есть терроризм пошел в мир. Все время после окончания этих событий воины-афганцы участвовали, активно участвовали в жизни страны. Они сразу же включились в патриотическое воспитание молодежи на собственном опыте, рассказывая о том, как надо любить, ценить и защищать интересы своей родины. И после начала специальной военной операции многие из ветеранов прошли через добровольческие формирования, Завершился митинг торжественным возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Лыжня России – это массовая гонка для любителей зимнего вида спорта, которая проходит одновременно по всей стране. В столице Заполярья спортивному событию уделили особое внимание. Центральной площадкой стал комплекс «Долина уюта». Лыжня России – это массовая гонка для любителей зимнего вида спорта, которая проходит одновременно по всей стране. Разумеется, в столице Заполярья спортивному событию уделили особое внимание. Центральной площадкой стал комплекс «Долина уюта». Старт соревнования дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Запускаем Лыжню Россию, и здорово, что в нашей области все больше и больше людей занимаются спортом. По тем данным, которые есть, если в 2019 году 40 с небольшим было, сейчас уже перевалило за 50%, это те, кто делает это регулярно. Поэтому спортивная инфраструктура, праздники, соревнования – это все то, чтобы людей вовлекать в здоровый образ жизни. И я с этим праздником, вообще с этим поздравляю всех тех, кто активен, кто жизнерадостен, кто, несмотря на полярную ночь и так далее, держит себя в форме и показывает пример, в том числе, своим деткам. Состязания на беговых лыжах состоялись также в Кандалакше, Оленигорске, Кировске, Полярном. К ним подключились тысячи участников. Спортсмены и любители вышли на 10-километровый забег, чтобы не только присоединиться к празднику, но и еще раз получить удовольствие от любимого занятия. Мы с вами чувствуем, что наше тепло, тепло спортивное, оно, конечно же, передается и будет согревать. И кто по-настоящему занимается спортом, увлечен этим занятием, ему не страшны никакие морозы. Вы видели, что участники просто заклеили себе щеки, нос там и вышли сегодня на дистанцию. Правда, погода все же внесла свои коррективы. Из-за низких температур пришлось отменить семейный забег и снять соревнования лыжников младше 18 лет. Остальные же грелись с помощью горячего чая. Мороз спорту не помеха. Утром проснулся, 25, думаю, ну и все, не пойду. А там смотрю, температура падает, рад, и вот приехал. Главное, не поведая участие. Все, секрета нет. Главное, и главное, не следить с дистанцией. Да. Нормально, мне понравилось. Лыжа-лыжа. Гонка довольна. По совместительству в долине уюта отметили День зимних видов спорта, посвященный проведению 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Для всех гостей работали интерактивные площадки с мастер-классами и играми. Прямо сейчас реклама на Арктик ТВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Итоги» на телеканале Арктик ТВ в студии Александра Ритунская. 15 февраля – Международный день операционной медсестры. Помощницы врачей из детской областной больницы рассказали о своей профессии нашей съемочной группе. Опора хирургов. Именно так можно охарактеризовать операционных медицинских сестер, который свой профессиональный праздник отмечают 15 февраля. Для каждого врача во время работы особенно важно, чтобы рядом были напарники, на которых можно положиться. Операционная сестра – это один из самых важных членов операционной бригады. Поэтому без их работы, наверное, хирургам было бы невозможно работать. К счастью, с операционными сестрами мне в жизни повезло. Это были старейшие работники Мурманской областной больницы, которые перешли сюда. Впоследствии они учили молодых сестер. И сейчас у нас практически полный набор операционных сестер. Все достаточно опытные, квалифицированные. И спасибо им за их работу. Алена Попова в Мурманск приехала совсем недавно из Калининграда. Работает операционной медицинской сестрой в лоротделении детской больницы с октября прошлого года. Говорит, с детства мечтала трудиться в сфере здравоохранения. Мне повезло с коллективом, меня тепло приняли. Помогают, поддерживают, подсказывают, учат новому. Ну и сама Мурманская область такая красивая, мне нравится. Конечно, я собираюсь дальше учиться, категорию получать, повышать. Также у нас новые технологии, нас обучают, мы ездим. По словам молодого специалиста, путей для развития и карьерного роста здесь действительно немало. А уж как рады ответственной молодой медсестре – врачи отделения. Об этом и говорить нечего. Алена Ильинична – прекрасная медсестра, которую мы получили в наше отделение с Калининграда. И это очень хорошо, что она выбрала наше отделение. С ней прекрасно работать, потому что операционная медсестра понимает, врача должна понимать, даже не с полуслова, а с полузгляда. Потому что операционная сестра, она, понимаете, важный элемент в нашей профессии, она первый помощник. То есть от того, как быстро она среагирует на ситуацию, как быстро подаст нужный инструмент, это очень многое зависит и в плане операции, и в плане техничности наших манипуляций. А вот Марина Александровна уже больше 30 лет трудится в хирургическом отделении. За свою карьеру прошла путь от палатной медсестры до старшей операционной. Делом своим горит. А коллектив ласково называет «маленькой семьей». Я считаю, что я счастливый человек. У меня работа приносит удовольствие. Я люблю свою работу. Очень. Стоит помнить, что работать в операционном зале может только самый квалифицированный персонал. Операционная сестра, она уже на готове у нее все, всегда перед операцией, она уже проверила всю аппаратуру, проверила, как она работает, чтобы не было никаких нюансов во время операции. Но операционная не терпит, говорят, случайных людей. То есть они должны быть хладнокровные, где-то стрессоустойчивые, принимать решения, быстро реагировать на что-то без обид каких-то. Поэтому результат хирургического вмешательства зависит не только от врачей, но и от всей команды, в которой роль операционной сестры имеет серьезный вес. Друзья, на этой неделе во всем мире отмечался День операционной медицинской сестры. И сегодня у нас в гостях сотрудники Уронсово-Волосной клинической больницы имени Баяндина. Я рада приветствовать Татьяну Евгеньевну Мельникову, главную медицинскую сестру. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Евгеньевна. А также Наталья Юрьевна Гребенюк, операционная медицинская сестра централизованного оперблока. Насколько я понимаю, вы в кардиохирургии работаете. Совершенно верно. Работаете. Друзья, однажды у нас уже были здесь операционные медсестры, и мне запомнился тезис о том, что в эту специальность надо идти людям безукоризненно, честным, дисциплинированным, самоорганизованным, ответственным. Собранность, внимательность, терпливость. Чем операционная медсестра отличается от любой другой? Операционная сестра – это третья рука хирурга, скажем так, либо его ассистент. То есть у нас есть плановые операции, либо экстренные операции. Ну и перевязки, если это потребуется. То есть постовые сестры занимаются уходом, назначениями, вот такими делами. Вклад медсестры в успех операции. Ну, можно я чуть-чуть добавлю. Вот у нас в операционном блоке нет врачей. Ну, я имею в виду тех, которые вот постоянно сидят, вернее, работают в операционном блоке. Их основные рабочие места в отделении. А операционные медицинские сестры – они хозяйки оперблока. То есть они все организовывают, все, что происходит в оперблоке, организовывают медицинские операционные сестры. Как они это организуют, так и пройдет операция. Каким бы высококлассным хирургом ни был тот человек, который придет за операционный стол оперировать. Поэтому операционные сестры – это особая каста. И они, несомненно, заслуживают отдельного праздника, потому что это отдельное направление в сестринском деле. Операционная сестра должна обладать знаниями на каждую операцию, какие инструменты собрать. То есть она должна все это четко помнить, какие наборы ей приготовить. Потом запланировать, что ей вдруг, если что-то произойдет, предусмотреть, все подготовить. И во время операции следить за ходом операции. И хирург, чтобы был уверен, что ему вовремя в руку правильно подадут инструменты. Считать тампоны, чтобы ничего не забыли. Тампоны – это уже не самое главное, но тоже немаловажно. Татьяна Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вы же, помимо того, что главная вестинская сестра областной больницы, вы, собственно, в масштабах региона всю картину видите. Сколько у нас вообще операционных сестер? Есть ли сложности с подготовкой? И все ли молодые девушки, кто выбрал эту сложную специальность, задерживаются в профессии? Я понимаю, что сейчас много внимания. Вот я, кстати, хотела спросить, Наталья Юрьевна почувствовала она это? Но вот мы чуть позже спросим, насколько сейчас обласканы медицинские сотрудники. Вот что вы можете сказать? Сложность подготовки медицинских сестер состоит только в том, что после того, как медицинская сестра выпустилась из медицинского колледжа, она сразу операционной сестрой не может стать. Для этого нужно пройти еще первичную специализированную подготовку. То есть она должна еще научиться, как быть операционной сестрой. То есть из колледжа выпустят выпускники, и сразу операционных сестер мы не получим. А что? Подожди, как происходит? То есть она устраивается на работу в больнице? Она будет на работу, и мы ее направляем на профессиональную переподготовку по специальности операционное дело. Конечно, мы направляем тех медсестер, которых мы уже приглядели на практике, может быть, которые к нам ходили, и мы видели, как они на практике относятся. Кто-то к нам пришел и изъявил желание у нас работать в оперблоке, тоже мы посмотрели и решили, что да, обладая теми качествами и компетенциями, которые нужны для операционной сестрой. А средний возраст операционных сестер по области? А молодежь, собственно, пришла в профессию? Да, вы знаете, вот последнее время я заметила тенденцию среди выпускников колледжа. Это меня очень радует, что они приходят и говорят, ну, хотим в оперблок. Ну, давайте честно скажем, есть профессии, я вот не знаю, вы, наверное, чуть больше получаете, или, наоборот, палатная медсестра за счет бесконечных ночных и дежурств разницы нет в оплате, да, только вот призвание... Ну, нельзя так сравнивать, нет, нельзя сравнивать так, потому что все зависит от того, от сложности работы, от интенсивности работы. Интенсивно может работать и постовая медсестра. Конечно, операционные сестры – это высшая каста, и мы стараемся удержать их, в том числе и материальными мерами поддержки. А вот скажите, да, где вы получали, во-первых, как вы поняли, что это ваше призвание, в каком населенном пункте вы, так сказать, получали образование, уезжали ли за пределы области, или, может, вообще приехали издалека? Ну, по окончании школы я не мечтала быть в медицине, но именно в последний год обучение подумала, уезжать мне никуда не хочется, копну здесь что-нибудь, допустим, с медициной, почему бы и нет. Училась-училась, ну, училась я на лечебном деле, так получилось, не на сельшинском, да, на фельдшера. На последнем году я поняла, что душа лежит в операционной, то есть на посту я себе не находила места абсолютно, сердце не лежало, мне это было дико скучно, я уже думала, а вот эту медицину вовсе, уйду куда-нибудь в другую сезон, думаю, ну, дай попробую в последние годы, почему бы и нет, пока есть возможность это все, ну, на практике походить, посмотреть. Не знала, с какой стороны подойти, решила начать, пойду-ка я на практику в анестезиологию. Ну, и тут я поняла, что моих навыков тут недостаточно, думаю, а уже финал обучения, то есть я получаю диплом, на тот момент не надо было проходить первичку, можно было сразу же после окончания колледжа идти обустраиваться на рабочее место. Придя в оперблок, я говорю, здравствуйте, я такая-то, такая-то, возьмите меня хоть куда. И сама судьба меня направила в кардиохирургию, как-то так получилось. Это единственное отделение на всю область, я правильно понимаю? Совершенно верно, у нас есть сосудистая хирургия, но у нас как бы... Какие операции там проводятся? Насколько там сложные? В кардиохирургических операциях проводятся на открытом сердце, то есть это обязательно вскрытие полости, инфаркты, клапанные пороки, аневризма, аорты, тело, что называется, тромб улетел. Вот это вот наше стезя, то есть это обязательно... Вскрытие грудной клетки. Вскрытие грудной клетки. То есть я так понимаю, что вы уже можете какие-то напутствия давать девушкам, может быть, юношам, которые выбирают, хотят стать операционными, а сестрами, чего не должен бояться, к чему должен готовиться человек, который хочет работать? Ну, я думаю, напутствия тут как бы не постольку-поскольку, все-таки человек, придя на практику в колледж, он знает, боится он крови, не боится он крови. А может он какие-то манипуляции, то есть все равно к нам в операционные приходят студенты и поглядывают, а кого-то сразу видно плохие, кто-то достаивает до конца, сколько бы она ни длилась, длится она достаточно долго. Вот я хотела спросить, выносливость, да, это же необходимость работать в маске, я не знаю, насколько там развивается гипоксия, да, от всего этого, насколько нагреваются вот эти осветительные приборы. У нас хорошая система кондиционирования. А, все уже не так, как раньше. Но, тем не менее, самая долгая операция, на которой вы были. Ну, конкретно я стояла самая большая, 16 часов непрерывно, от и до. Как это? Ну, там уже все резервы используются. Но ты же не можешь так попить чаек, отдохнуть, там, не знаю, ну, посидеть, я думаю, можно присесть как-то. Нет, присесть-то можно, ну, в зависимости от этапа операции, само собой. То есть, когда там надо быстро-быстро, там уже совершенно по-другому организм работает. Когда есть возможность присесть, то мы дружно садимся, выдыхаем и продолжаем снова. Ну, а как-то заправится глюкоза. Ну, я не знаю, 16 часов все равно, то есть, это как на войне, да? Это привыкается. Это, ну, приходя на практику, ты понимаешь, можешь ты выдержать без естественных нужд. А, то есть, ты еще не можешь, ты весь намытый, весь стерильный, ты не можешь покинуть. А операционный, это, скажем так, открытый космос. 16 часов и... Ну, а это не предел, бывает и больше, нон-стопом. А если приспичило, то что, я не знаю, поменяешь состав? Если есть возможность поменяться, да, если по требованию. Да. Ну, это редкий случай, как правило, мы терпим, потому что организм все-таки чувствует, что ты все-таки не об этом думаешь, ты думаешь в первую степень о работе, а на себя оно как-то уже придерживает на полу. Вопросы, Татьяна Евгеньевна и Наталья на двоих один. Вот скажите, пожалуйста, когда вы смотрите медицинские сериалы, особенно про работы в операционной, вот что там неправда, и что вас, не знаю, сердит, смешит, что не так? Последний свой сериал я смотрела, пожалуй, как раз на последнем году обучения в школе, когда я и подумала пойти в медицину. Доктор Хаус. И что там не так, все не так? Слушайте, по сравнению, ну, во-первых, это Америка, там другая система медицинская. А в целом там, ну, интерес развился, как видите, до сих пор, очень даже больше я медицинский не смотрю. Мне хватает. Ну, есть, конечно, некая такая профессиональная деформация, когда мы смотрим сериалы на медицинскую тему. Ну, вот независимо от себя, вот начинаешь подмечать какие-то моменты. И меня всегда не возмущает, а как-то веселит, когда в сериалах показывают в операционной все операции, и вдруг в операционную кто-то влетает. Ой, остановите операцию, да, все тут не так. Позовите врача. Да, позовите врача. Это невозможно. Операционная, это зона закрытого режима. Туда никто не зайдет просто так, с улицы. Ну, даже с коридора соседнего никто не зайдет. А вот показывают, что медсестра вот так промакивает лоб врачу. У нас такое не практикуется. Ну, если надо, конечно, медсестра смотрит за состоянием доктора тоже. Потому что доктор весь в ране, да, он весь во внимании, что там происходит у него. И какие-то вот эти моменты, конечно, медсестра и приглядывает за доктором. Слушайте, ну вот молодые красивые девушки приходят, а там за свою красоту явить-то некому, да? Ну, кто там, ты весь намытый, весь замотанный, ногти нельзя, значит, ресницы там нельзя. Какая экономия в макиянии. Ну, по поводу макияжа, я недавно смотрела ролик одной медицинской сестры, американской, да, она показывала работу в американской операционной. У нас есть щитки, у нас есть очки, то есть, чтобы ресница не упала, можно одеть очки. А вы работаете в маске? Да, конечно. И маски в защитных очках, этого более чем достаточно. А вы в маске дышите? Вот мы сейчас все, наши зрители вспоминают этот период пандемии, все находились в этих масках, и до сих пор эти ощущения, да? Ну, Татьяна Евгеньевна, у нас позволяет хорошая вентиляция, потому что как раз таки в период ковида наш корпус целиком закрывался, и нам пришлось быстро-быстро перевозить все оборудование и работать на чужой территории. И там уже было очень с этим все плохенько, было лето, солнечная сторона. Некоторые даже падали в оморок от жары. Вот я бы, да, про что я спрашиваю. Если операционные, конечно, у нас такого нет, но если вдруг где-то случается, то, к сожалению, тяжело людям работать, и падают в оморок от жары, потому что одеты, и еще и напряжение, да, то, конечно. А скажите, украшения, вы все должны снять с себя? Ну, ничего, чтобы не болталось, руки абсолютно чистые, короткие ногти. Серьги можно короткие, чтобы не упали. Короткие, чтобы не бультахались, то есть это для вас так. Может, кусеты, может. Да, 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 можно, да. Татьяна Евгеньевна, скажите, а у вас какая была специализация? Так со знанием дела говорите, или вы же просто погрузились, знаете, все специализации сестринские? Я не скажу, что я знаю прям каждую специальность глубоко, но так как я главная сестра, да, я должна знать, что где происходит. Но я сама по терапии была, специализацию проходила в терапии, начинала в пульмонологии. Поэтому операционный блок с большим интересом изучала, когда приступила к должности главной сестры. И до сих пор некоторые моменты... Как в музее. А скажите, пожалуйста, я вспоминаю, что когда операции заканчиваются, то для медсестры операционной работы не заканчивается. Ты опять же намываешь, автоклавы, стерилизация, плюс материал готовят, то есть вот эти вот ватные тампончики. Я не знаю, вот так это все осталось, вот этот треугольничий складывает, да? То есть ручной труд никто не отменял. Категорически нет. То есть это прям вот часами ты можешь рукодельничать и все это готовить. Каждая деталька – это все ручной труд. Это все было посчитано, все было положено, чтобы оно лежало на своем месте. И если оно потребуется, оно, соответственно, берется из нужного места. Но все это вы вручную изготавливаете. То есть никто ничего не придумал, да? Вы понимаете, вот пришла операционная медицинская сестра на операцию, да? Она должна быть 100% уверена, что вот в этой укладке у нее лежит все, что надо. И своими руками все сделано. И поэтому каждая медицинская сестра готовит для себя эту укладку, чтобы не возникла такая ситуация, что у нее не хватает одной салфетки. И, конечно, салфетки под каждую операцию разного размера нам производители столько не нашьют. Каждая сестра сидит и складывает, ну, вернее, заказывает так вот, как ей надо, все складывают. Поэтому, я говорю, это очень такой кропотливый индивидуальный труд каждой операционной медицинской сестры – подготовка к операции. А численность какая? Вот я вас спросила по области наблюдателей – дефицит. Либо вот как раз с операционными сестрами, понятно, и кадровая политика, и как бы преемственность. Что у нас происходит? Потому что я знаю, что в неврологии очень тяжело, да, всегда укомплектовать штат. Не знаю, как в вашей больнице, а вот с операционными сестрами? С операционными сестрами есть дефицит персонала. Я сейчас цифры не скажу, потому что, ну, не подготовила, не посмотрела. Вот, но операционные сестры – это всегда проблема. Ну, от 2-3 медсестры операционные, наверное, в каждую больницу требуется, это точно. Почему? Потому что очень высокие требования к квалификации и долгая подготовка, да? То есть это нужно, чтобы непрерывно этот процесс не прерывался никогда. Ну, еще надо учесть момент, что это все-таки есть операционная сестра, это определенные компетенции. То есть вот о том, что рассказала Наталья, о том, уметь стоять, уметь терпеть, уметь вот, да, взять себя в руки. Не все это выдерживают. Некоторые приходят в оперблок и уходят, да. Большой процент у нас, к сожалению, еще пенсионного возраста, который тоже сейчас уходит из профессии, а мы не успели еще восполнить молодыми специалистами. Хорошо, давайте тогда обратимся к родителям и школьникам, которые сейчас, возможно, определяются с выбором учреждения, куда будут поступать. Я вас еще в начале программы так спросила, насколько вы чувствуете заботу, так сказать, общества, да, вот, присматриваетесь ли вы там к этим арктическим ипотекам, распространяются ли они на средний медицинский персонал, вообще что вам, так сказать, сулят? Или непременно нужно поехать в глухую деревню, чтобы отдали подъемный миллион на строительство дома, нет? То есть вы пошли не потому, что вам что-то посулили, или вы видите какую-то выгоду, вы настолько загружены, что вы там даже не видите, что... А на сколько вы на ставку работаете? Ставка 25, у нас стандарт для всех, потому что переработки есть. Ну, ставка не укладывается, да. Это каждый раз бегать, каждый день ходить записываться, эти переработки. А так нам чуть-чуть прибавили, и мы чуть-чуть дальше. Не, ну, просто, может, вам уже на полторы приходится, просто, мне кажется, физически это не выдержишь. Летом, может быть, когда начинается отпуска, да, Наталья, то тогда приходится работать. Отпуска, болезни. Ну, вот когда вы учились, мне кажется, там огромная, ну, не огромная, но больше половины барышень себя видели в какой-то там, не знаю, косметологии, там, да? Вот кто выбрал такой труд на земле, тяжелый, прям вот сестринский? Ну, это не тяжелый. Почему? У нас в нынешнее время все настолько облегчено по сравнению с тем, как было раньше, я имею в виду. То есть это тяжелый труд, но было хуже. Упрощенная обработка мытье инструментов, автоклавы, у нас отдельно ЦСО, то есть мы не сами этим занимаемся, мы сдаем и получаем уже укладочки наши замечательные. Растворы прекрасные, не вонючие, не хлора, вот этого формалина нету. Одно удовольствие, маски одноразовые. Не надо шить. Ну, еще, наверное, сейчас у операционных сестер идет, у нас же идет очень бурное развитие, да, вот высоких технологий. И, наверное, каждый год, ну, точно одну операцию новую, да, мы осваиваем. То есть в том числе операционная сестра тоже вместе с доктором. Ну, какой набор, что приготовить, как подать. Аппаратура, знакомство с аппаратурой. По поводу команды, и вот как тоже пока в сериал, да, то есть как бы доктор подбирает себе в том числе, да, сестер, с которыми ему комфортно работать. Я не думаю, что у меня сестра может перебирать, да, с каким хирургом, какому хирургу на быту сетерия. Складывается уже вот команда? Есть такое понимание на уровне... Ну, это же не жена, которую... Нет, я понимаю, но чтобы уже на уровне взгляда, там, не знаю, каких-то невербальных знаков, вот эта команда, которая оперирует и вместе находится там... Я думаю, каждая операционная сестра, вот у нас преимущество в нашей областной больнице, что мы сидим каждое в своем отделении, а не циркулируем по разным операционным. И мы знаем свою бригаду хирургов, анестезиологов, то есть знаем подход, настроение... Психологические особенности, скорость. Совершенно верно, да, то есть как кому-то можно там пошутить, быть может, или наоборот... А с кем нельзя, да? Не, ну что-нибудь пошло не так, как показывают, там, доктор может, в принципе, и приструнить или что-то не со зла сказать. Все докторы хорошие. Друзья, ну что тогда в этот день вы обычно желаете, чего вы хотите, дорогие наши операционные сёстры и вообще медицинские сёстры? Своим замечательным коллегам и девушкам, и молодым людям хочу поздравить с Международным днём операционной медицинской сестры пожелать счастья, здоровья побольше, потому что это такой ресурс, который исчерпывается в первую очередь. Думать о себе, не насиловать свой организм. Если душа лежит, оставаться на месте. Если нет, надо что-то всё-таки менять и себе легче делать, и другим на нервы не капать, скажем так. Потому что в нашем деле, если у одного плохое настроение, оно моментально передаётся на всю бригаду. И в конце концов это может отразиться на секущем процессе операции. Смотрите, операционные медсёстры позитивные, терпеливые, идеальные женщины. Ну что вы добавите ещё, Татьяна Евгеньевна? Я хочу добавить, присоединяюсь ко всем словам, которые сказала Наталья, и хотела бы добавить и пожелать нам всем, чтобы всё-таки профессия медицинская сестра получала больше признания в обществе. И все поняли, что операционные медсёстры и другие медсёстры – это очень важная часть здравоохранения. Спасибо большое. Спасибо с праздником. Спасибо вам. Пять дней гитарной классики в закрытых городах региона прошла серия мастер-классов от столичного педагога. Это часть проекта заозёрского музыканта Никиты Семагина. Творческая школа игры на гитаре звучит как надо. Павел Коржиенко уже в пятом классе музыкального учреждения Снежногорска. Помимо гитары осваивает фортепиано, но со струнами у него определённо более устойчивое взаимопонимание. Поступить в школу искусств и научиться играть на гитаре – юношу вдохновил пример близкой родственницы. Любовью к музыке меня заразила сестра. Мы с ней играли концерты и просто занимались. Сегодня у Павла, как и ещё у ряда юных музыкантов, будет уникальный шанс исправить недочёты при исполнении. Оказывается, значение имеет и положение кисти, и гибкость пальцев, и даже длина ногтей. Об этом с удовольствием в разных уголках Мурманской области рассказывает один из ведущих гитаристов страны Евгений Козлов. Он познакомился с исполнителями из «Полярных Зорь», «Заполярного», «Заозёрско-Североморско» и «Зато Александровск». При этом на каждого ребёнка пришлось более часа индивидуального мастер-класса. Ребята классные, ребята очень интересные. Каждый по-своему индивидуальный разный, но у всех, что очень нравится, у всех видна искра в глазах, что они хотят развиваться. То есть, что они не просто так пришли на мастер-класс. Очень нравится, что они прямо во время мастер-класса сами задают вопросы, спрашивают, а как лучше здесь. Во-первых, это развитие. Дети смотрят на это всё, конечно же, стремятся к чему-то. Мы как преподаватели это подхватываем. Мы очень хотим, чтобы наши дети были на высоте всегда, чтобы им было интересно. Музыкальные образовательные уроки в отдалённых и закрытых городах Мурманской области – это часть проекта заозёрского педагога Никиты Симагина. Творческая школа игры на гитаре звучит как надо, воплотилась благодаря победе гитариста в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты». Очень хочется повысить уровень исполнительского мастерства как детей, так и преподавателей, чтобы Мурманская область ничем не уступала уровню исполнительского мастерства в Москве, в Санкт-Петербурге, чтобы дети могли полноценно конкурировать с другими детьми на конкурсах. Соответственно, для этого нужно обмениваться опытом с одними из лучших музыкантов. Важно, что ребята получили возможность узнать уникальные методы игры и полезные рекомендации от мастеров. А ещё, так же, как и зрители стали участниками бесплатных просветительских концертов. Конкурс красоты и сияния Арктики вышел на финишную прямую. Кто же победил в итоге, расскажут мои коллеги прямо сейчас. Три месяца длился конкурс «Сияние Арктики». За это время участницы прошли ряд этапов. Готовили с модным шеф-поваром, создавали аромасвечи, обучались дефиле, хореографии и актёрскому мастерству. Участвовали в фотосессиях, мастер-классах и занимались другими активностями. Я себя раскрыла с женской части, скажем так. Обычно я достигатор, мужские энергии во мне больше преобладали. Здесь я себя почувствовала настоящей женщиной. Очень было много мероприятий, что-то новое открытие, какие-то новые знакомства. В общем, сияние Арктики – это крутое мероприятие, на котором нужно участвовать вообще каждой девочке. Мне кажется, мы все прокачались просто с головы до ног. Организаторы данного мероприятия настолько много для нас приготовили сюрпризов. Девочки вообще многие на глазах изменились из каких-то более замкнутых, скромных, стали более раскрытыми, наполненными. В частности, у меня тоже, мне кажется, я раскрылась с новых каких-то граней. Во-первых, я познакомилась с невероятно классными людьми. Это касаемо и участников, и организаторов, и наших партнёров. Потому что то, что, как говорится, иногда хочется что-то попробовать, а здесь концентрация всего в одном месте. 19 красавиц в финальный вечер вышли на большую сцену. И, согласно названию конкурса, сияли ярче всех в Арктике. Наше отличие, оно как раз в том, что у нас нету каких-либо критерий к девочкам. Это рост, вес. Нет, у нас как раз-таки наоборот. Мы берем абсолютно разных девочек. Нам главное подчернуть их уникальность. Потому что, ну, простите, моделей очень много, они все, несомненно, прекрасны, красивы. Но зайдите в любой магазин, в любое помещение. У нас очень много красивых женщин, и нам хочется их показать. Конечно же, важно, как девчонка выглядит. Но все уже знают, что это финал. Все классные, все чёткие. Но самое главное, как они работали. Сегодня я, скажем так, секретный член жюри. Меня пригласили, поэтому девчонки не знают, что я член жюри. Для них это будет сюрприз. Для меня главное, чтобы человек был искренен. И чтобы действительно у него была внутренняя красота, гармония, чтобы это всё сочеталось. Именно этого вечера девушки ждали три месяца. Усердно готовились к нему, чтобы потом покорить сердца каждого зрителя. У нас будет два сольных, один из которых танец, о котором я говорила, что для себя открыла. И второй мы играем на африканских барабанах. С группой будем выступать. В финале испытания конкурсантки получили ленточки, подарки и даже короны. Да, это особенность сияния Арктики, что каждая участница – королева определённой номинации. А главная победительница проекта забрала ещё и призовой фонд – 100 тысяч рублей. Уже через месяц состоятся выборы президента, а съёмочная группа «Артик ТВ» узнала о настроениях избирателей. Ну как, это гражданская позиция, обязанность каждого гражданина России. А сами пойдёте голосовать? Конечно. А почему нужно голосовать, как вам кажется? Ну, родина моя, надо голосовать за президента. А вдруг мой голос тоже что-то даёт? Мы из того поколения, мы всегда ходим на выборы, мы никогда не пропускаем. И ходим не по телефону, мы сами приходим, потому что мы из того поколения. Чтобы не быть равнодушным к нашей жизни, к нашему будущему, что нас дальше ждёт. Ну, я не знаю, что ещё сказать. Ну, то есть важно. Ну, я думаю, что важно, да. Мы голосуем всегда, все на работе и все родственники, всегда. Ну, вы знаете, наверное, единое что-то должно у нас быть в Мурманске. И не только в Мурманске, и по всей России. Почему? Потому что это, ну, необходимо. Особенно сейчас, в данный момент, когда мы должны, в принципе-то, сплотиться воедино и проголосовать, отдать свой голос. Поэтому я считаю, что это необходимо всем участвовать в наших, как говорится, выборах. Ну, вы знаете, что такое голосование? Это проявление самого главного нашей гражданской позиции. Или она либо есть, либо её нету. Если у человека нет гражданской позиции, соответственно, у него, наверное, нет и отношения к той земле, на которой он живёт, к тому городу, в котором он живёт, к людям его окружающим. Гражданская позиция должна быть всегда, неважно, какая она. Поэтому мы ходим на выборы. У нас и закон называется основной, закон о гарантиях, да. Поэтому надо идти на выборы, проявлять свою позицию, какая бы она ни была. Это наш долг. Ну, как бы участвовать в развитии своей страны и выбора президента. Президент – это всё-таки такая должность, которая управляет страной. Каждый человек должен взять ответственность за страну, за город. И нужно голосовать. Да, конечно. Они пройдут у нас с марта, с 15 по 17 марта. Сами голосовать пойдёте? Да. Почему считаете, последний вопрос, почему считаете, что важно голосовать? Потому что это возможность выбора нашего будущего. Это важно. На этом всё. Встретимся на канале Артик ТВ ровно через неделю для того, чтобы снова подвести итоги. Всего вам хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова